Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня снимаем немножко в необычном формате. Я вам расскажу про пустые баночки. Я немножко закрутала, в том плане, что сегодня уже 15 число, но, тем не менее, закрыть этот вопрос мне хочется. У меня сегодня закончился крем чистая линия. Я надеюсь, меня нормально ловит камера, потому что я проверить никак не смогу. Короче говоря, это все, что в нем осталось. Про крем вы этот знаете уже вдоль и поперек. Его многие блогеры освещали. Очень нежный, очень мягкий, быстро впитывается и вообще мне очень нравится. В другой момент я не поняла, почему я одновременно начала увлажняющий и питательный крем, но этот у меня закончился буквально там меньше месяца. Вот, покидываем. Следующее. Изумительный шампунь. Я уже туда даже водичку наливала. А вот он оставляет мои волосы жесткими и в принципе это вот первый раз я попробовала марселеза шампунь. И мне он понравился. По запаху достаточно приятный, чтобы там как-то кончики не стеклись или что-то такое. Я этого не знаю, как это проверяется, то есть я на это внимание не обращаю. Но мне основной эффект, чтобы держалась неделю. Голова чистая, но этого эффекта добивался. В принципе, мне его хотелось достаточно долго, месяцев на 8, наверное, где-то. Я его покупала в конце осени прошлой, начале зимы, где-то декабрь месяц, как-то так. А сейчас у нас уже август. Вот, а я сейчас расскажу про пустые баночки июля. Так, следующее. Выкидываю баночку, где это масло я не нашла. Это для ногтей, я про него обзор писала. Следующее. Это Estelle Love маска. От нее бальзам. В принципе, понравился волос. Не склеивает. Но мне одной такой штучки не хватает. Здесь у меня был крем. Nivea Fon Man. Перекладывался. А вот, доиспользовала. А про это я вам рассказывала. Это 100 рецептов красоты, крем для лица и тела. Такие уже, кстати, они августы. По баночкам у меня оставалось. Я выкидываю масло для губ. Оно уже сроком годности подбивала конкретно. Поэтому использовать не буду. И я про него рассказывала. Друзья, меня немножко прервали. Сейчас я заодно посмотрю, как у меня тут. Со мной вообще видно меня или нет? Похоже, меня не видно. Значит, я быстро заканчиваю. Я переписывать первую часть не буду. У вас будет склейка. Я не знаю, как она получится у меня. Потому что я могу только на телефоне заснять. Сейчас еще один момент. Я закрою все программы. Потому что уже 9 часов. И мне очень надо бежать к бабушке. Так, что я вам хотела еще показать. Что у меня закончилось. Джаджа, Яджа, Зайя. Я не знаю. Это польский бренд. Как оказалось, я вообще думала, что это Израиль. Но не суть. Основной момент. Крем был классный. Замечательный. Но в нем вот это вот присутствие силиконов чувствовалось. Под конец у меня чуть-чуть начал шелушиться нос. Поэтому меня, в общем-то, чистая линия спасла хорошо. Но он мне послужил хорошо. Его хватило больше, чем на месяц. Я не помню, когда там было видео, когда я записывала. По-моему, месяца полтора-два даже вышло. Я выкидываю также масло для губ. Органическое фито. На них у меня их два было. Я делала обзоры. Это с медом. Изумительные варианты для ношения в сумочке. Даже самой маленькой. Изумительно подойдет. Но. Момент. Да. Так. Ну. Так как это фито-серия, то получается полгода срок годности на нее идет. Вот. И в итоге, и в итоге, как бы, ну, вы не успеваете просто израсходовать это. Оно еще пахнет медом. Но, честно, я стремаюсь. Я открыла еще году шестнадцатом, наверное, его. Вот. Все-таки, ну, как, в рот и вовнутрь принимать химикаты не сильно нужно и не сильно хочется. Что-то мне ничего не закрывает. Снова. Выкидываем. Спасибо за службу. Смотрим, почему не закрывается. Следующее. У меня разбилась палетка теней. Там было два спонжика. Такой голубой с переходом в сине-черный, фиолетовый. Два зеленоватых цвета. Закрыть окно. Вот. Хорошая, пигментированная, шиммерная, перламутровая. Все, что хотите. Но неприятность, чтобы все цвета перемешались. Поэтому спасибо за службу. Других вариантов тоже полно. Что могу сказать. Я, наконец-то, биомаску очищающую, фармакосовскую, использовала. Она приятная. Но это, знаете, какой вариант. Это вариант не тот, что вы экстренно, там, месяц, месяца два, как у меня вышло, не делали никаких масок. И тут вдруг решили, что вам одна-единственная маска сразу возьмет, поможет сделать все идеально так, как вы хотите. Это не этот вариант. Она не настолько термоядерная. Для поддержания себя в форме она хороша. Но если ее держать долго, она начинает подсушивать, потому что здесь в составе глины, если я правильно помню. Вот. Вариант хороший. Вариант такой, что вы будете делать его хотя бы раз в две недели. Лучше каждую неделю. А вот. Очень мягко очищает, сглаживает рельеф, закрывает поры. А вот. Аккуратно, хорошее. Но если дольше держать, то потом только наоборот. Начинаются прыщи и всякое такое. Поэтому еще один вариант очищающей маски, который может присутствовать в вашей косметичке. Но, в принципе, он необязателен. Есть другие варианты, которые я рассматривала в масках в обзоре, которые действуют лучше и круче и быстрее, скажем так. И я наконец-то добила экспресс-маску до лица, освежающую. Она по действию как ментуловая такая получается. Охлаждающая и чуть-чуть пощипывающая. Ну, в общем, я ее уже использовала после срока годности. Но, тем не менее, все равно она работает. Это вариант такой увлажняющий. И... 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 И...